Она не может быть губкой такой ликвидности, потому что, если вы посмотрите на абсолютные значения M2, там вот сейчас, например, в абсолютном значении 100 триллионов. Ну, сколько может абсорбировать рынок криптовалют? Ну, реально. Но, с другой стороны, глупых денег, которые диверсифицируются в биткоине... Очень много, да. Вот. Через ETF и фонды. То есть, главное, сделать инструменты, чтобы абсолютно любой человек мог в любой момент времени, хоть на 5-100 долларов, хоть на миллион, купить этого добра. Правильно? Причём, да. Причём, M2, это, ну, это, конечно, не супердоллары, да, но это и не денежная база, а это, ну, некая такая самая ликвидная часть денег. Сюда вы ещё должны набросить кредитное плечо, с которым все инвестируют. Вы получаете, в общем, ну, море ликвидности. Куда и деваться? Не в реальный же сектор идти, когда столько прекрасного выбора, где можно разбогатеть за 5 минут.